всем привет приветствую вас на нашем канале сегодня 18 марта 2018 года весна наступила близится лето вот так нас весна радует погодой замело все снегом сегодня воскресенье в городе пробки как будто рабочий день приступим к обзору очередной лампы лампа которая кампинг с синим баллоном обзор уже на канале есть она будет у нас как запасная приобрели еще одну лампу лампа уже на бензине сейчас мы ее достанем захотелось купить что-то более мощными для освещения и на бензине так и бензин сюда есть собой для обогревателя бензин нужно здесь использовать только бензин галоша простой бензин который на заправках использовать категорически нельзя не конечно можно использовать потом есть ряд нюансов сразу хочу сказать всем кто хочет приобрести такую лампу задуматься несколько раз нужно ли вам это уберем он нам не мешал расскажу свой горький опыт покупки такой лампы если вы не уверены что лампа целая и рабочая не рекомендую покупать такую лампу я нашел ешь короля за хорошие деньги списался с клиентом точнее сказать с продавцом продавец мне сказал что лампа сто процентов рабочая я нашел знакомых людей люди съездили посмотрели да лампа целая но проверить ее физически было невозможно сетки сетка не установлена лампу привезли я купил заранее сетки установил сетку бензин не поступает начали смотреть бак в баке грязь трубка подачи топлива краник забитый до такой степени что там физический бензин не сможет поступать краник до конца не перекрывает начали разбирать чистить смотреть в баке была смесь типа что-то заливали такое что превратилась в силикон как резинка пинцетом тихонько то все по вытаскивал снялся под трубки подачи топлива краник начал промывать не промывается с горем пополам промыли лампа в рабочий режим не выходит то есть просто внутри огнем горит но как нужно в рабочий режим не хочет переходить ни в какую начал читать форумы и понял что люди которые заливали 92 95 бензин бензин в бензине есть присадки которые в трубке подачи топлива остаются и превращаются как кристаллизуется такой степени что ничего не помогает я пробовал и средством для отмывания карбюраторов и ацетоном да какая-то часть отмылась но лампа в рабочий режим переходить все равно не хочет позвонил продавцу я говорю вы чем ее заправляли говорит что заправляли 92 бензином ну в общем то все сошлось попросил его вернуть деньги ну человек исчез телефон выключен и по сей день уже прошел наверное месяц лампу привезли обратно заказал запчасти трубка подачи топлива вот это стоит 1800 краник стоит 1800 две сеточки в комплекте стоит по 700 рублей ценник конечно запчасти очень большой как говорится скупой платит дважды можно было за эти деньги купить новую лампу чехол в подарок так скажем лампа продается новая без чехла сейчас я лампу собрал лампа работает все разберу покажу вот такие минуты этой лампы если кто-то решил покупать убедитесь сто процентов пускай вас продавец убедит сто процентов что лампа рабочая иначе будете покупать запчасти также какие вот установлена такая сетка сетка оригинал дубликатов я к сожалению не нашел тут металлическое кольцо одевается и здесь точно также обжигаем сетку спичкой зажигалкой как только обожглась одеваемся обратно собираем сетку после того как обожгли трогать категорически нельзя иначе она разрушится это еще один громадный минус таких ламп в общем как и на этой такая же ситуация для чего хотелось купить такую лампу бензин всегда с собой на крайний случай можно залить и 92 который в лодке всегда есть электричество не всегда с собой если кто-то говорит что ну можно лучше купить диодные всякие разные фонари бензин всегда есть собой вот такая лампа о минусах я сказал плюсы наверное только если светит хорошо греет хорошо я думаю что можно использовать в палатке не только как освещение но и как и тепло собираем обратно показывать больше тут нечего трубка подачи топлива вот она стоит у нас новая уже краник тоже стоит новый слава богу все работает ну хочется сравнить эти две лампы понятно что сравнивать бессмысленно это лампа 80 ватт это лампа 200 ватт ну пробовал я зажигал их все таки 200 ватт наверное лампа не выдает наверное 160 наверное да но если опять же отталкивать что это лампа 80 пробуем зажигаем чтобы зажать эту лампу у нас здесь есть насос который нужно тоже периодически смазывать маслом чтоб он не засыхал нам нужно накачать создать давление в баке накачать раз 30 35 тут у нас есть птезоэлемент открываем на всю мощь сейчас нагреется и выйдет в рабочий режим и вот 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 После того, как зажгли, пьезоэлемент желательно убрать, так как температура тут очень большая, начинает плавиться. Вот уже видны следы лавления, возможно не убирали и он начал плавиться. Работают батарейки, возможно зажигать и от спички от зажигалки, не проблема. Еще раз повторюсь, заливать только бензин-галоши, иначе трубка подачи топлива выйдет из строя, забьется и промыть ее физически будет невозможно. На форумах люди только что не пробовали, пробовали ультразвук и какие только средства не пробовали. Да, отмывается, но не до конца и не хочет выходить в рабочий режим. Приходится покупать новую группу подачи топлива, она стоит как-никак 2000 рублей. В Екатеринбурге всегда у нас этого нет, заказывать все нужно с Москвы, тоже не есть удобно. Ну что, сравним, выключим свет, сравним как это будет работать. Эту лампу пока выключим. Сейчас мы начинаем свет выключить, свет остался гореть в комнате, выключим. Спасибо. Вот так вот. Освечает очень хорошо. Может быть на камеру видно не так. Но вот тут пятак квадратов наверное 15, а может быть 20 квадратных метров. Освечено, все видно прекрасно. Убавляем. Пускай тихонько вот так горит. Зажигаем эту лампу. Выкручиваем полностью. Ну да. Разница неба и земля. 80 ватт и 200 ватт. Да, тоже следит неплохо, но совсем не то. Ну вот туда две. Вот такой небольшой тест. Чисто для сравнения понимать, что такое 80 ватт и что такое 200 ватт. На обзоре была лампа Калиман, North Star, 200 ватт. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...